Успеть до 1 марта областные парламентарии собрались на внеочередное заседание, чтобы принять законопроект об изменении главного финансового документа региона, заложить в бюджет строку о возможности изыскать 26 миллионов рублей на софинансирование. На этом условии Минфин выделит миллиард 85 миллионов. Средства пойдут на реализацию федеральных программ, например, по формированию комфортной городской среды или благоустройству парковых территорий в малых городах субъекта. Департаменту строительства и архитектуры в сумме 1,1 миллиона рублей на строительство автомобильных дорог, новых микрорайонах, массовой, малоэтажной и многоквартирной застройки, жильем эконом-класса. Административному департаменту в сумме 1,3 миллиона на создание базовой инфраструктуры системы 112. 18 миллионов рублей заложено на компенсацию платы за капремонт для жителей региона старше 70 лет. Около 63 миллионов предусмотрено на жилье детям-сиротам. Поддержка сельхозпроизводителей составит 145 миллионов. Что касается софинансирования из областного бюджета, мы эти средства предусмотрели порядка 26 миллионов рублей для того, чтобы вот этот миллиард в конечном итоге получить из федерального бюджета. То есть само соотношение, вернее, соотношение 26 миллионов из областного бюджета и почти миллиард из федерального горит само за себя. Оперативно сверстанный законопроект поддержали почти единогласно. Против оказались только коммунисты. Лидера красных интересовал вопрос о возможности индексации детских пособий на уровень инфляции. Вы будете постоянно, постоянно оттягивать и оттягивать этот вопрос о детям и старикам. Нужно кушать сегодня. Верните отобранные у стариков и детей деньги. Это, наверное, стыдно каждому депутату. Поэтому наша фракция не может согласиться с данным бюджетом. Председатель бюджетного комитета Думы Ирина Сидорина отметила, что индексация некоторых видов выплат не производилась очень давно из-за недостатка средств. О проблеме депутаты знают и ставят себе целью ее решить. Весь вопрос состоит в том, что сумма, которая нужна нам, например, для того, чтобы учесть в проекте бюджета индексацию в размере инфляции, составляет порядка 200 миллиардов рублей. Миллионов рублей, простите. У нас мы на сегодня не находим эти 200 миллионов рублей, так как предусмотреть дополнительно их на эту статью. Нужно их, соответственно, где-то изыскать у кого-то отобрать. На какие конкретно объекты пойдут выделенные Федерацией средства, пока не определено. Решение будет принято до конца марта. Также парламентарии отметили, что в начале весны Дума рассмотрит еще один проект изменения областного бюджета, в результате которого казна вырастет на 3 миллиарда. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.